Расскажем, что происходит сейчас в регионе. В студии новостей Михаил Меньшанин. Здравствуйте. И вот главная тема часа. Макроработа из наноматериалов. Чем же так хорош новый понтонный мост через реку Емца? Скоро увидим. И старшее поколение может быть на ты с высокими технологиями. Узнаем, где пенсионеров учат быть онлайн. Не только трус не играет в хоккей, когда нет ледового корта, что мешает разбитию спорта в Бычегодском. Сверхживучесть и отличная плавучесть. Такие яркие характеристики дают новому понтонному мосту, что соединит два берега реки Емца. Конструкции собирались в Москве. Изготовлены из наноматериалов. Обо всем подробнее Артемий Заварзин. Для кого прогулка на лодке романтика, для кого вынужденная и порой утомительная необходимость. Все о неудобствах могут рассказать жители сразу нескольких деревень Холмогурского района, расположенных вблизи реки Емца. В 2019-м они остались без понтонного моста. Разорвало ледоходом. Рекой Емца в данном случае у нас отделены деревья Мякури, Риппола и еще ряд деревень, которые находятся на берегу Емцы, километров 6-8 цветов. Местный понтонный мост отслужил уже около 40 лет. На строительство альтернативного было выделено 20 миллионов рублей из областного бюджета. И вот старое уступает место новому. Да еще какому. Плавучие модули изготовлены из полиэтилена высокого давления, устойчивого к воздействию воды и солнечного света. Силовая конструкция – это композитная деревянная рама. Сверху – настил. Уже на месте будут устанавливаться аппарели и переходный мостик для лодок. Конструкции не страшен ни снег, ни лед. Так что убирать ее придется только на время половодья. Особенностью вот этих конструкций является их, скажем, сверхвысокая живучесть. То есть даже повреждение по всему периметру моста, всех элементов по всему периметру, не приведет к затоплению. Сборкой занимается московский подрядчик. Сама технология впервые опробируется в нашем регионе. В соседних населенных пунктах проживают больше двух сотен северян. Еще около полутора тысяч имеют там дачные дома. Жители территории обращались с просьбой о помощи к правительству региона. Поднимали этот вопрос и во время визита губернатора. Завершить сборку планируют на этой неделе. Артемий Заварзин, Александр Угольников, Регион 29. Ждут нормальные переправы и в Мизенском районе. Так, на реке Пезе уже появился понтонный мост. Он был самым первым на региональной автодороге Мизень-Архангельск. А вот на реке Мизень на пути в деревню Кимжа приходится пока пользоваться паромом. Но несколько дней назад установка понтона все же началась. Сроки неоднократно сдвигались из-за обстановки на реке. Сей год уровни воды играли. Были то высокие, то низкие. Но сейчас вроде уровень установился. И стали устанавливать понтоны. Планируется, что монтаж понтона закончится к середине июня. К другим темам. Общение с друзьями и родными. Запись к врачу, оплата ЖКХ, покупки. Все это сегодня можно делать, не выходя из дома. Неудивительно, что подобные возможности пользуются все большим спросом. В том числе у старшего поколения. Только вот с компьютером дружны далеко не все люди в возрасте. Исправлением ситуации уже не первый год занимаются в Доме молодежи. Алексей Карельский подробнее. Юным любителям компьютерных игр, пришедшим в Дом молодежи, придется обождать. Их место на киберарене временно, но прочно заняли участники проекта «Цифровая грамотность для людей пожилого возраста». Работа по их обучению началась здесь еще в 2018-м. Нам помог Дом молодежи обустроить эту площадку. У нас было пять компьютеров. В 2020 году мы получили поддержку фонда президентского гранта и смогли обустроить весь этот центр. Площадка уже выросла до 22-х. И также нам удалось открыть мобильную площадку в городе Северодвинске. В течение двух месяцев наши подопечные от нуля могут пройти путь до уверенного пользования порталом государственных услуг. Они смогут оплачивать счета, не выходя из дома, записываться на прием к врачу. И очень, что важно, общаться с внуками, не выходя из дома. С начала учебного года, то есть сентября, курсы компьютерной грамотности прошли уже более 400 пожилых северян. У меня два сына. Один у нас в Сибирске говорит, «Ой, мама, очень хорошо обучайся». Он мне 10 раз говорит, «Да мама, нажимай на кнопки, на все, все научишься». А я говорю, «Да я же вам порчу, я каждый раз испорчу все, все». Он опять настраивает. Хочется чего-то обучиться, чтобы побольше знать. Базовыми навыками владения компьютером дело не ограничивается. Великовозрастные граждане тоже хотят идти в ногу со временем. Некоторые просят завести им блог на YouTube. И ведь им в этом реально помогают. Другие хотят поиграть, в том числе, в виртуальной реальности. Скажите, пожалуйста, чего у вас там происходит? Где? Вот где вы видите? А, эти самые, как они, колбай, нападают, стреляют. Вы часто так вот приходите поиграть? Не, ну, ах ты, елки-палки. По дням. А в плане компьютерной программы, если чему-нибудь поучились? Конечно, папки закрывать. Дальше будет только больше и курсов, и слушателей. Так что приводите родителей, бабушек и дедушек в дом молодежи. Впрочем, Киберарена ждет и вас самих. Здесь под руководством тренеров совершенно бесплатно проходят тренировки и турниры как для начинающих киберспортсменов, так и для профи местного разлива. А 1 сентября будет объявлен очередной набор детей в школу компьютерного спорта. Анонсы и подробности на страницах Дома молодежи и Федерации киберспорта Архангельской области. Алексей Карельский, Евгений Зыков, Регион 29. Требования международных стандартов на должном уровне. А ЦБК подтвердил соответствие интегрированной системе менеджмента. На комбинате прошел арей сертификационный аудит. Оценку давали ведущие эксперты компаний ТМС РУС, лидера в области международной и национальной сертификации систем менеджмента независимых экспертиз и аудитов промышленной отрасли. Проверка прошла в подразделениях управления, на всех производствах и в службах главных специалистов комбината, а также у высшего руководства предприятия, включая генерального директора. Аудиторы отметили целый ряд улучшений в различных областях работы. В ближайшее время после подготовки отчета и проверки его со стороны немецких партнеров, будет принято решение о выдаче от ЦБК новых сертификатов в соответствии требованиям международных стандартов. Напомним, что первый такой аудит системы менеджмента качество прошел на комбинате в 2003 году. И по сей день применение современных инструментов, включая бережливое производство, анализа и оптимизации бизнес-процессов, позволяет комбинату стабильно функционировать, а также оставаться лидером отрасли, продолжая реализацию начатых инвестиционных проектов и планируя новые. Было 500 хоккеистов, стало 50. Когда-то на корте поселка Вычегодский спортсмены буквально жили, теперь приходится выживать. А когда же будут развивать инфраструктуру, неизвестно. Хотя желание у общественности большое, Аким Самедов убедился. Человек 500 ходило, это я так просто скажу, человек 500. Представляете, для поселка 500 маленьких детишек. Сегодня хорошо, если наберется полсотни хоккеистов. Еще шесть лет назад им был обещан крытый стадион, но от слов к делу никто не перешел. Сейчас важно сохранить хотя бы то, что есть. Например, оборудовать раздевалку, а также душевую и тренерскую. Этим целем могло бы послужить вот это здание. Его жители и спортсмены строили сами. Правда, она находится на балансе Котловской спортшколы, которая отвечает за корт. Это позволило бы подвести свет, воду и отопление. Год назад собрание депутатов обращалось в спорткомитет о законности строительства этого здания. Создавалась комиссия, вынесено решение, что это здание построено незаконно. То есть это здание строилось, нет, не наличие проектно-сметной документации. То есть на сегодняшний день вести его в эксплуатацию невозможно. Помимо имущественных, есть кадровые проблемы. Сегодня на Вочегодском корте работает лишь один тренер. И тот по совместительству. Чтобы поднять спорт в Вочегодском на нужный уровень, необходимо модернизировать и стадион. Для легкой атлетики условий летом практически нет, зимой тем более их нет. Чтобы зимой показывать результаты и тренироваться детям, нужен манеж. Потому что делала естественная проблема. Дорожка там уже не перебиралась года, наверное, 72-го, когда ее постелили, если не раньше. Соответственно, сектора мы восстанавливали прыжковые сами. Смета на капитальный ремонт инфраструктуры Вочегодского дворца спорта есть. Только вот денег как не было, так и нет. Сейчас спортивная общественность планирует вновь обозначить эту проблему, уже перед новым руководством города. Аким Самедов, Артемий Заварзин, Регион 29. Каким получится этот день, узнаем в 19 часов. Ждем вас.